МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Защита Донбасса – это защита будущего России. Стратегический партнер. Почему Рустам Мениханов поехал в Иран? Добрая Казань, уникальные люди, уникальный проект. Люди – явления, события, которые привлекли внимание нашей команды на этой неделе. Здравствуйте! В эфире «Семь дней» в студии Тимур Бекмурзин. Смотрите сегодня. Поездка нашего президента была и делегация у нас интердуктивная. Две реки, которые проходят через республику Кама-Волга, соединяясь, впадают в Каспийский бассейн и прямой выход на Иран. Иран – стратегический партнер, как Татарстан открывает окно в исландский мир. У каждой квартиры есть своя река и свое небо. Здесь будет из депрессивного, едва ли не лучший район города. Ричпорт – масштабная реновация, как Казань впервые разворачивается лицом к Волге. Какая красота! Рус, Россия, да? Молодец! У нас появилось очень много друзей, очень много знакомств. Да, Мария? Добрая Казань, заботливая Казань – истории уникальных людей. В эти дни на территории Луганской, Донецкой, Республика, также Запорожской и Херсонской областей проходит референдум о вхождении в состав Российской Федерации. В среду, 21 сентября, Владимир Путин объявил, что Россия поддержит решение о своем будущем, которое примет большинство жителей этих территорий и сделает все, чтобы, цитата, «обеспечить безопасные условия для проведения референдумов, для того, чтобы люди могли выразить свою волю». В этом же обращении, в среду, Владимир Путин объявил о частичной иммобилизации. В тот же день, 21 сентября, был подписан и опубликован указ об объявлении частичной иммобилизации в Российской Федерации. Документ приравнивает статус призванных на военную службу по мобилизации к статусу военнослужащих, проходящих военную службу в вооруженных силах Российской Федерации по контракту с таким же денежным содержанием и всеми социальными гарантиями. Президент страны также объявил, что российско-украинский конфликт изначально мог разрешиться мирным путем. О чем хочу сегодня впервые сказать публично. Уже после начала специальной военной операции, в том числе на переговорах в Стамбуле, представители Киева реагировали на наши предложения весьма позитивно. И эти предложения, прежде всего, касались обеспечения безопасности России, наших интересов. Но очевидно, что мирное решение не устраивало Запад. Поэтому после достижения определенных компромиссов Киеву было фактически дано прямое указание сорвать все договоренности. Украину стали еще больше докачивать оружие. Киевский режим пустил в ход новые банды иностранных наемников и националистов. Воинские части, обученные по стандартам НАТО и под фактическим командованием западных советников. Одновременно, самым жестким образом был усилен режим репрессий по всей Украине в отношении своих собственных граждан, установленный сразу после вооруженного переворота 2014 года. Политика запугивания, террор, насилия принимает все более массовые, страшные, варварские формы. Путин также отметил, что вооруженные силы России действуют на линии боевого соприкосновения, которая превышает тысячу километров. И они противостоят не только неонацистским формированиям, а фактически всей военной машине коллективного Запада. Именно для защиты и сохранения освобожденных территорий необходима частичная мобилизация. Речь идет именно о частичной мобилизации. То есть, призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе. И прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеют определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции. Сразу после обращения Верховного Главнокомандующего России выступил и министр обороны страны. Сергей Шойгу назвал цифры потерь со стороны Украины. Более 61 тысячи погибших и 49 тысяч раненых из 200-тысячной украинской армии. Это половина армии потерян. Именно поэтому у них идет уже четвертая волна мобилизации. Это мобилизовано почти 300 тысяч. Не могу не сказать о наших потерях. Наши потери на сегодняшний день – это погибшим 5937 человек. Мы продолжаем выполнять те задачи, которые перед нами поставлены. Непросто. Временами очень непросто. Но мы их будем выполнять. Он также уточнил, кого может коснуться призы. В первую очередь частичной мобилизации коснется 300 тысяч резервистов. Причем происходить это будет не единовременно. Это не какие-то люди, которых никогда не видели и не слышали ничего про армию. Это действительно те, кто а – отслужил, б – имеет военно-учетную специальность. То есть та специальность, которая сегодня нужна в вооруженных силах. Б – имеет боевый опыт. Ни о каких мобилизаций, призывах студентов, обучающихся в вузах речи не идет. И идти ни в каких условиях. Пусть все спокойно ходят на занятия, учатся. Никто их призывать, отмобилизовывать не будет. Естественно, как и все, что касается тех, кто служит по призыву. Их это тоже не касается. Они не подлежат никакой мобилизации, направлении в зону проведения специальной военной операции. То есть наши призывники также продолжают служить, как и служили на территории Российской Федерации. Потому что у нас огромный мобилизационный ресурс, то есть ресурс тех, кто отслужил, тех, кто имеет боевой опыт, тех, кто имеет военные специальности. У нас их почти 25 миллионов. Таким образом, вы можете понять, что эта мобилизация, частичная мобилизация, она так 1% или чуть больше. 1,1% от общего мобилизационного ресурса. 300 тысяч резервистов, которые будут призваны. Хочу сразу сказать, что это не единоразовая. Это та работа, которая будет проводиться планово, как я уже сказал. То есть здесь не предусматривается такой, знаете, широкозахватный комбайн, чтобы всех захватить быстро. Нет, нет. Указ о частичной мобилизации также предусматривает дополнительные меры по выполнению государственного оборонного заказа. А именно, решение задач по наращиванию выпуска вооружений и военной техники по развертыванию дополнительных производственных мощностей. А работникам оборонно-промышленного комплекса предусматривается право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации на период работы в этих организациях. В Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе прямо подталкивают Киев к переносу военных действий на нашу территорию. Уже не таясь, говорят о том, что Россия должна быть всеми средствами разгромлена на поле боя с последующим лишением политического, экономического, культурного, вообще всякого суверенитета, с полным разграблением нашей страны. В ход пошел и ядерный шантаж. Речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской атомной электростанции, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения, ядерного оружия. Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа, мы безусловно используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. Граждане России могут быть уверены, территориальная целостность нашей Родины, наша независимость и свобода будут обеспечены. Подчеркну это еще раз. Всеми имеющимися у нас средствами. А те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону. В нашей исторической традиции, в судьбе нашего народа останавливают тех, кто рвется к мировому господству, кто грозит расчленением и порабощением нашей Родине, нашему Отечеству. Мы и сейчас это сделаем. Так и будет. Верю в вашу поддержку. Итак, резюмируем. По частичному мобилизацию попадают около 300 тысяч резервистов. Призываться они будут не сразу. Студентов и солдат срочной службы частичная мобилизация не касается. Будут поддержаны предприятия оборонного комплекса, а их работники могут получить отсрочку от призыва по мобилизации. По приказу военного комиссара Республики Татарстан об объявлении мобилизации, те, кто получил персональные повестки, должны прибыть в сроки и пункты, указанные в мобилизационных предписаниях. Те же, у кого нет на руках мобилизационных предписаний, те, кто не получил повестки из военкомата, должны согласовать в военном комиссариате порядок выезда и прибытия. Руководители любых организаций должны освободить призываемых граждан от работы и службы полностью рассчитать и обеспечить их явку на места сбора. И еще. В Татарстане для жителей Донецкой и Луганской народных республик и освобожденных территорий Херсонской и Запорожской областей Украины в эти дни также предоставлена возможность принять участие в референдуме о вхождении этих территорий в состав России. По данным соцопросов, вхождение в состав Российской Федерации поддерживают 94% жителей ДНР, 93% жителей ЛНР, 87% жителей Запорожской области и 80% жителей Херсонской области. На этой неделе Рустам Миниханов провел заседание призывной комиссии. Дал поручение главам муниципальных образований выделить дополнительные силы местным военкоматам для оперативного проведения извещения, обеспечить транспортом, чтобы централизованно привезти призванных на службу из районов в Казань. Кроме того, дано поручение на пунктах сбора организовать горячее питание, медицинское обслуживание, установить пункты правопорядка. Президент поручил ежедневно проводить селекторное совещание с участием всех задействованных структур. Руководителям подразделений лично принимать в них участие. Оперативная информация по ситуации будет докладываться президенту Республики Татарстан также ежедневно. 23 сентября, в день старта голосования в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, общественные и патриотические организации Республики выступили инициаторами проведения митинга в Парке Победы Казани. Он прошел под лозунгом «Своих не бросаем». Акцию посвятили поддержке решений президента России и вооруженных сил страны. Запад очень хочет сделать нам больно, но пока сам больше страдает от введенных рестрикций. Тамошние политики словно мантру повторяют, санкции работают эффективно, нужно просто еще подождать и потерпеть. На практике же сами теряют деньги, контракты, возможности. Мы в долгосрочной перспективе только выиграем. Об этом в кулуарах говорили участники цифрового форума в Казани «Казан Диджитал Вик». Это не Запад отрезает нас от технологий, это мы обретаем технологические суверенитеты, обретаем новых, более надежных партнеров. Колоссальный и пока мало раскрытый потенциал – сотрудничество с исламским миром. Ключевой партнер для России и для Татарстана – Иран. Такое партнерство обещает быть и выгодным, и долгосрочным, и стратегическим по многим причинам. Во-первых, Исламская Республика Иран имеет уникальный опыт выживания и развития в условиях жесточайших санкций. Для нас это сейчас актуально как никогда. Во-вторых, Иран обладает мощнейшим промышленным потенциалом, причем в самых разных областях – от пищевой промышленности до сферы высоких технологий. Ну и в-третьих, кому как не Татарстану продвигать эти во всех отношениях стратегические связи. Ведь президент Татарстана Рустам Мениханов по поручению Владимира Путина возглавляет группу стратегического видения «Россия – Исламский мир». На этой неделе делегация Татарстана под руководством Рустама Мениханова посетила Исламскую Республику Иран. Подробности в нашем репортаже. Тот случай, когда слова не нужны, кадры говорят сами за себя. Так встречают не просто деловых партнеров, а самых близких друзей, братьев по духу и вере. Это уже не первый, а третий по счету за последнее время визит Татарстанской делегации в Исламскую Республику Иран. С одной стороны, можно сказать, обстоятельства сближаются. С другой, этому партнерству и дружбе уже много лет и даже десятилетий. Иранские компании давно проторили дорогу в Россию и Татарстан. Кто-то из финансистов и промышленников учился у нас во времена Советского Союза. И, к слову, это заметно. Многие крупные промышленные предприятия Ирана вобрали в себя свой опыт организации производства «Лучшие советские традиции». Все это с учетом местного колорита, помноженное на особые дисциплинированности и трудолюбия иранцев. Вкупе с присущим исламским экономикам принципом справедливости дают потрясающий эффект. С 1979 года Исламская Республика Иран живет под жесточайшими санкциями Запада. И уже давно иранцы не выживают, а мощно и поступательно развиваются, причем по всем направлениям. Для понимания, за это время, невзирая на санкции, запрет на технологии и финансирование, Иран стал одним из мировых лидеров нефтехимии. Сегодня совокупная мощность нефтехимических предприятий Исламской Республики превышает 90 миллионов тонн, что в три раза больше, чем в России. Через 10 лет иранцы собираются этот показатель увеличить вдвое. Такие же заметные успехи в машиностроении, автомобилестроении, в чем Рустам Миниханов и вся делегация Татарстана могли убедиться воочию. На самом деле это доступные, хорошие и качественные автомобили. И сегодня в условиях санкции в России есть вопросы по обеспечению поселения лихтовым автомобильным транспортом. Я считаю, что у нас есть что от судей. Всего в Республике Иран, только вдумайтесь, полтора миллиона автомобилей производится и они 100% локализованы. И качество автомобилей, я считаю, что оно нормально. Да, это не Мерседес, не европейские классы, но средний экономический класс это достойные автомобили. И, кстати, про Мерседес и высокие технологии для Ирана сегодня нет почти ничего недостижимого. В нефтехимии они сделали колоссальный рывок вперед, так же, как в энергетике. Они самостоятельно производят газовые турбины высокого класса. Иранцы готовы помочь нашим автопроизводителям запасными частями. Они начали ремонт двигателей авиационных, западных самолетов начали ремонт. В этом отношении у них есть чему поучиться. Поездка нашего президента была и делегацией очень продуктивной. Много заводов было, много встреч. Завязки будут в этом отношении. Я думаю, что с Ираном есть своя специфика, но будущее от нее отношения есть. Тут нужно практически русло перевести. Это не очень просто. Надо отметить, что визит татарстанской делегации стал очень своевременным. Незадолго до этой поездки Владимир Путин и иранский лидер Саэта Брахим Раиси встретились на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане. Динамика сотрудничества между нашими странами сейчас хорошая. Взаимный товарооборот в прошлом году увеличился более чем на 80%, а за пять месяцев текущего года еще на 30%. Иран наш надежный друг и партнер, страна, которая никогда не признавала незаконные санкции против России. География, логистика – все за то, чтобы укреплять наше сотрудничество. Для этого, о чем говорили на встречах представители нашей делегации, нужно расширять, делать более удобным и комфортным транспортный коридор север-юг. Татарстан рассчитывает включить в этот путь свои логоцентры на Каме и Волге, чтобы доставлять грузы через наши реки и Каспийское море в иранские порты. К нас связывает очень удобная логистика, которая была в свое время неразвита. Две реки, которые проходят через республику Кама-Волга, соединяясь, впадают в Каспийский бассейн и прямой выход на Иран. 15 дней и корабль уже будет там. Две железные дороги через запад Азербайджан и через восток, через Казахстан, Туркменистан попадают туда. То же самое можно сделать логистически нашими большегрузными магистральными тягачами. В Иране Рустам Мениханов представлял не только Татарстан. Как известно, по поручению Владимира Путина, президенты республики возглавляют группу стратегического видения «Россия и исландский мир». Поэтому говорили о перспективах делового, культурного, туристического и любого другого взаимодействия Ирана со всем мусульманским миром России, а это более 20 миллионов человек. Иран-то готов и давно, а вот готова ли российская финансовая система к полноценной работе по принципам шариата, где запрещено взимать проценты по кредитам. Новость, что называется «спылу жару» уже в Казани на форуме «Casin Digital Week» стало известно, что Татарстан таки вошел, и это была просьба инициативы Рустама Нургалеевича в число пилотных регионов по внедрению исламского банкинга вместе с Дагестаном, Чечнёй и Башкортостаном. Прямо в эти минуты законопроект вносится, и мы рассчитываем до конца года его принять, чтобы в следующем году запустить этот инструмент. Я родился в Башкирии, с Татарией дружу, и с Рустамом Нургалеевичем Менихановым мы плотно взаимодействуем. Ну и на основе опыта Татарстана, Башкирии, других регионов мы рассчитываем получить хороший результат, и, соответственно, развить ещё одно направление финансирования многих проектов. Детали работы в качестве пилотного региона для исламского банкинга обсудили также в Казани на международном банковском форуме в рамках пленарной дискуссии «Партнёрские финансы. Состояние и перспективы развития». Нужен какой-то рывок в развитии исламского финансирования. Наверное, необходимо подумать, вот те правовые конструкции, которые сегодня позволяют нам оказывать услуги, их надо зафиксировать уже непосредственно в действующем законодательстве, введя какие-то точные изменения, чтобы те риски, которые сегодня ещё сохраняются в правовом поле, их нужно исключить. Как говорится, степ-бай-степ полностью открыть исламский банкинг возможно только со сменой законодательства о банковской деятельности. Но на сегодняшний день у нас работают в Татарстане финансовый дом «Амаль», в Дагестане работает «Ля Риба» компания, которая предоставляет уже часть продуктов по исламскому банкингу. И таких компаний всё больше и больше и больше становится, потому что растёт потребность. Тимур Бекмуртин, Роман Безменов и Андрей Мохов. 7 дней. Мобилизация Мобилизация – ещё один термин, который сейчас входит в наш лексикон. Под мобилизацией я имею в виду не только привычное всем военное значение этого слова, но и мобилизацию в экономике, мобилизацию сознания людей. В такой более широкой трактовке этого понятия частичная мобилизация – не выход. В той же экономике, в различных её отраслях нам нужна мобилизация на 100%, и тогда будет результат. В том числе по импортозамещению, укреплению технологического суверенитета нашей страны. В разных сферах ситуация везде сложная и очень разная. Мы знаем, как непросто идёт этот процесс машиностроения, станкостроения, авиастроения. И в то же время наблюдаем позитивную динамику в нефтегазовой сфере и в нефтехимии, что ещё раз наглядно показал Татарстанский нефтегазохимический форум. А как обстоят дела с IT-отраслью, вы удивитесь, достаточно неплохо. Ещё одним наглядным свидетельством этого стал теперь уже традиционный форум «Казан Диджитал Уик». Во-первых, мероприятие поразило своим размахом и креативностью. Казань, совершенно очевидно, становится ведущим центром компетенции в сфере цифровых технологий в стране. В этом году в рамках форума прошло порядка 120 мероприятий, и в его работе приняли участие более 13 тысяч человек из 32 стран мира. На выставке «Казан Диджитал Уик» было представлено свыше 200 проектов в IT-сфере. А кроме того, в эти же дни в Казани прошёл чемпионат «Диджитал Скилз», на который съехались участники из 30 регионов страны. Заметным событием стали и первые в России «Фиджитал Игры», уникальные по зрелищности мероприятия, где виртуальные состязания сочетаются с реальными. С непривычки пока тяжело произносить отдельные новые понятия и слова, но в Казани, как показывает практика, всё быстро входит в традицию, а различные мероприятия обретают постоянную прописку. А форум запомнился не только играми и выставкой, но и круглыми столами, дискуссиями, важными обсуждениями. Главной, можно сказать, сквозной темой которых стало импортозамещение в сфере информационных технологий. Грандиозность, креатив, размах. Цифровой форум в Казани готов удивлять. Снова и снова третий по счёту. Казань Диджитал Уик намного масштабнее прошлогоднего. Шуткали более 200 компаний со своими разработками. Гости из Малайзии, Турции, Объединённых Арабских Эмиратов, Мьянмы и других стран. Более 80 министров из российских регионов. Огромное количество мероприятий, круглых столов, панельных дискуссий. Первые в России игры будущего или фиджитал игры. Незабываемое шоу, когда зрелищный киберпоединок сменяет не менее зрелищные игры на реальной площадке. Цифровой чемпионат по IT-технологиям. Диджитал скиллс. Отдельная история в рамках масштабного форума. Несколько крупных конференций. Губернаторский круглый стол «Цифровая Россия». Продолжать можно долго, но дело даже не в количестве мероприятий и ярких образах. За ними очень серьёзная суть. Казан Диджитал Уик 2022 – это про то, как отечественные цифровые решения кардинально меняют нашу жизнь к лучшему. Акцент в данном случае на слове «отечественные». Приветствую участников форума по видеосвязи. Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил солидный прогресс IT в России за последние два года. Объём реализованных на рынке решений собственного производства, оказанных услуг и выполненных силами российских специалистов работ, вырос на 75% и превысил к концу прошлого года 2 триллиона рублей. Татарстан в этом плане – пример показательный. Этот год в республике объявлен годом цифровизации, целей и задач масса. И почти все они сверхамбициозны. Ввести в строй новый IT-парк в Казани имени Башира Ромеева. Уже сделано. Вывести на новые высоты IT-город Иннополис. Всё по плану. Перевести в электронный формат все социально значимые услуги для населения. По данному направлению прогресс на 80-85%. В Центре цифровой трансформации, заверяют, поручение президента Миниханова будет выполнено обязательно. Из новых проектов, которые скоро будут полноценно запущены, приложение «Локола». Цифровой сервис, который объединил на одной платформе горожан, бизнес и управляющие компании. Это социальная сеть для жителей, которая включает в себя три основные функции. Первый – это мессенджер для общения жителей в рамках одного двора. Второй – это маркетплейс для взаимодействия жителя с бизнесом, который представлен в шаговой доступности от места его жительства. И третий – это ключевая функция голосования в квартирных домах в электронном виде. В первую очередь мы, конечно, акцент делаем на повышение условий или комфорта и безопасности для водителей. Традиционно на форуме много разработок, связанных с транспортом и безопасностью на дороге. Один из проектов – единая платформа управления транспортной системой, сокращенно ЕПУЦ. Ее начали разрабатывать два года назад. Система собирает и анализирует транспортные потоки в режиме реального времени. На форуме вопросу внедрения интеллектуальных транспортных систем была посвящена отдельная конференция. Системы, приложения, программные продукты, которые в разы облегчают нашу жизнь. По линии госуслуг… Я зашла в личный кабинет, посмотрела сформировавшиеся декларации, нажала на кнопку «Оплатить» и все свои налоговые платежи оплатила за три минуты. Этот процесс у меня занял три минуты. Если бы это происходило несколько лет назад, представляете, пришло бы письмо из налоговой инспекции, а если бы оно не пришло, надо было бы идти. Сегодня по такому же принципу работают все компании, которые имеют дело с большим потоком клиентов, иначе невозможно оставаться конкурентоспособным. Цифровые сервисы из сетевой компании в разы упростили многие процессы, в том числе по тех присоединению объектов. В это приложение потребитель загружает все необходимые данные для технологического присоединения, то есть территорию земельного участка, адрес, фамилия, имя, отчество, и подает заявку. Заявка рассматривается, и в течение суток потребителю приходят тех условия, необходимые для выполнения нашим потребителям. Цифра активно проникает в сферу сельского хозяйства. На форуме Рустаму Миниханову презентовали проект «Агрополе», который, как говорят сами его разработчики, на единой платформе уже объединил более двух с половиной тысяч пользователей. Здесь информация по регионам, это динамика по надоям, здесь карта грамма раскрашена по районам, то есть чем темнее, тем больше молока этот район дает. Дальше мы проваливаемся в район какой-то, получаем информацию по молочному сектору, по данному району. Мобильная установка по флюорографическому обследованию с использованием искусственного интеллекта работает, можно сказать, идеально. Протестирована программой 7 дней. Уникальная разработка, что очень важно, полностью отечественная. Здесь все абсолютно советское. Спутниковая связь советская, спутники советские, российские, теперь же будем говорить, да. Камазы, но они полностью наши, татарстанские, российские. Значит, генератор, который вы здесь видите на заднем фоне, это все российское, да. Еще одна фишка форума – большое количество разработок, представленных школьниками и студентами. Ребята из Актаныша презентовали наш аналог пушкинской карты – такой вот именной QR-код, который дает его обладателю право на посещение различных культурных и спортивных объектов. Если хотите, своеобразный виртуальный абонемент в районе, разработку школьников уже готовы внедрять на практике. Еще одно популярное направление – специальное приложение для школьников и их родителей. Разработка учащихся 34-й казанской школы и КНИТУ КАИ. С ее помощью можно следить за расписанием занятий, заказывать еду. Урок, кабинет, учитель. И время. И время, да. Звонков. В этом же Телеграм-8 можно сделать предзаказ еды. Из шести модулей проекта два полноценно работают, один – безопасность. В высокой стадии реализации еще три – в разработке. По словам руководителя проекта Рамиля Загедуль, на процесс займет не больше двух лет. Школа типовая, соответственно, и проект получается почти типовой. А самое интересное, что затраты почти минимальные, так как мы студенты, допустим, вычислительные ресурсы, такие как сервер, на котором приложение развернуто, они представляются в большинстве случаев бесплатно. Мы шесть проектов по цифровым исследованиям, по исследованиям цифровых технологий показываем здесь. И везде активное участие принимают наши студенты. И бакалавры, и магистры, я уже не говорю о аспирантах и молодых ученых. Соответственно, это и сегодняшний день нашего вуза, это и завтрашний день нашего вуза. В Татарстане процесс создания и внедрения IT-технологий, можно сказать, поставлен на поток. Над большими задачами работают большие команды. Рустам Миниханов считает, что в этом вопросе результаты можно добиться только за счет системной работы. В каждом министерстве нашей республики есть заместитель, который прошел обучение и отвечает за цифровые технологии. Такая же работа и на муниципальном уровне. Они все прошли обучение и также являются ответственными за цифровизацию. Как раз опыт создания в Татарстане команды мы, собственно, можно сказать, и переняли. Коллеги к нам приезжали, например, обмениваться за опытом по построению платформы создания приложений. Здесь мы тоже, так скажем, взаимное опыление произошло. Конечно, мы взаимодействуем с многими регионами, с компаниями из Татарстана мы плотно работаем. Цифровая трансформация уже не просто реальность, а необходимость для компаний целых индустрий. И отрадно, что в России сейчас многие это понимают. Значит, результат будет и уже есть. Форум в Казани тому наглядное доказательство. Тимур Бекморзин и Роман Безменов. Семь дней. Мы продолжим нашу программу через пару минут. Смотрите далее. Какая красота! Рус, Россия, да? Молодец! У нас появилось очень много друзей, очень много знакомств. Да, Мога? Добрая Казань, заботливая Казань. Истории уникальных людей. Сотрудничество Татарстана с Третьяковской галереей Рустам Миниханов обсудил с ее генеральным директором. Президент встретился с Зельфирой Трегуловой на полях форума «Казань Диджитал Вик». Говорили о перспективах совместных проектов в сфере культуры и туризма, долгосрочной программе выставок из фондов Третьяковки в республике. В Татарстан прибыл премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. В рамках встречи татарстанские компании заключили 10 контрактов на 2 миллиарда 240 миллионов рублей. Церемонии подписания состоялись в Казани в рамках визита белорусской делегации в углове с премьером. Сумма соглашения значительная, так Татарстан и Белоруссия намерены наращивать сотрудничество. Сейчас товарооборот 1 миллиард долларов. Рустам Миниханов главными точками роста назвал сельское хозяйство, поставки техники, нефтехимию. Рустам Миниханов встретился с министром цифрового развития России Максудом Шадаевым. Обсудили развитие университета Иннополис и проект по предоставлению доступа школьникам и студентам СУЗов к цифровому образовательному контенту на его базе. В ноябре университету Иннополис исполняется 10 лет. В четверг обсудили кредитные каникулы на Международном банковском форуме в Казани. Сейчас по этому вопросу в Госдуме уже готовится законодательная инициатива. В числе предложений обязательство возьмет на себя государство. Прозвучало ряд инициатив, что еще можно сделать для успешной работы в новых экономических условиях. Некоторые из них озвучил и президент Татарстана. Банковский форум объединил около 500 представителей банковского сообщества. В Доме правительства Русам Миниханов и министр экологии России Александр Козлов обсудили реализацию национального проекта «Экология в республике». Также говорили о мероприятиях по берегу укреплению водных объектов, создании водоохранных лесных полос вдоль рек. В Татарстане реализуется уникальный для страны проект рекультивации иловых полей. Вместо накопленных отходов появится озелененная территория. Об этом и других проектах говорили на заседании Совета Нижневолжского бассейного округа. Важность сохранения и оздоровления окружающей среды отметила Рустам Миниханов. Рустам Миниханов встретился с первым заместителем председателя Банка России Владимиром Чистюхиным. Обсуждались совместные проекты. Уже в понедельник в Казани стартует спартакиада Банка России «Единство-2022». В Доме правительства прошло традиционное субботнее совещание с президентом. Рустам Миниханов отметил, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией за последнюю неделю снизился. Однако это не значит, что нужно терять бдительность и не соблюдать осторожность. Президент призвал по-прежнему соблюдать профилактические меры безопасности и соблюдать санитарные нормы. Продолжаем программу «Семь дней». Начало 20-х годов прошлого столетия было активным в государственном строительстве. Молодая Советская Республика стала оправляться от революции и гражданской войны и переходить к мирной жизни. Тогда стали возникать новые службы, ведомства. Среди них санитарно-эпидемиологическая служба. Сто лет назад, 15 сентября 1922 года, был издан декрет Совета народных комиссаров РСФСР о санитарных органах республики. И этот день считается днем рождения службы. Сегодня это ведомство называется Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, сокращенно Роспотребнадзор. Мы еще не забыли, как два года назад, в начале 2020-го, вместе с медицинскими работниками, первыми на борьбу с пандемией коронавируса встали эпидемиологи, работа которых стала практически круглосуточной. Это было началом большой битвы за здоровье людей, которая еще, к сожалению, не окончена. На протяжении столетия подобными вызовами санитарно-эпидемиологическая служба сталкивается постоянно. Мы уже стали забывать, что была оспа, холера, спит и ВИЧ-инфекция. Практически забыли, что в 2001-м году, в самом начале 21-го века, в Казани была вспышка холеры. За эту забывчивость мы и должны благодарить людей, работающих в санэпидемслужбе. В Казани юбилейные мероприятия прошли на этой неделе. Ой, как тут стало все красиво. Ой, прям мне душа радуется за службу. Мушида Миньярова 45 лет проработала в санитарно-эпидемиологической службе. После Казанского мединститута в 77-м году по распределению оказалась в Воронеже. Через три года вернулась в Казань. Ушла на пенсию в 2012-м. С бывшими коллегами и общие воспоминания в унисон. Долго мы работали с вами. Да, долго-долго. Да, в командировке вместе ездили. Символика санэпидслужбы очень схожа с медицинской. Только вместо чаши гигеи посоха и скулапа, оба персонажа по древнегреческой мифологии – божество медицины. И учат этой профессии в медицинском вузе. Меня вот учили в институте. Я благодарю альмаматора. Это вот, знаете, всё равно, как говорится, вот как вот научили работать, да, как вот преподнесли это, да, вот так вот проносятся по всей жизни. Я говорю, что вот человек пришёл на работу, и должен он таким здоровым идти на пенсию. Их работа порой опасна и трудна, и чаще всего нам не видна, но они ведут зримый бой за здоровье каждого. Эпидемии оспы и холеры, СПИД и ВИЧ-инфекция, суррогатный алкоголь, курительные смеси, игровые автоматы, клещевой энцефалит, геморрагическая лихорадка, пандемия коронавируса. Не перечесть всего того, против чего вместе с лечащими врачами на передовой и санитарные. В истории, наверное, службы 100-летней пандемия оказалась, наверное, вот таким серьёзным вызовом для всей службы. Самое сложное в начале пандемии было сохранять спокойствие, потому что была определённая паника среди населения, даже среди коллектива, потому что неизвестность всегда пугает. А ежедневный, тот самый незаметный для большинства людей труд, это, говоря профессиональным языком, профилактические меры, работы на опережение. Вот, к примеру, контроль качества воды. Пробы берутся на выходе, ещё до того, как она пойдёт по квартирам. Для чистоты эксперимента дезинфекция места слива. Вот уж действительно, сквозь огонь, воду и водопроводные трубы. Был такой, значит, комитет по защите прав потребителей, и вот санитарные службы объединились с этим комитетом, у нас функции ещё добавилось целое, значит, море. И вот нет такой отрасли, чтобы сказать, чтобы мы этим не занимались. Виктор Морозов проработал в этой службе 41 год, из которых 27 лет руководил татарстанским ведомством. Сегодня ему 76. Строительство промышленных предприятий и их влияние на экологию, качество новых домов для людей, последствия аварии на Чернобыльской АЭС. Это тоже неполный перечень забот в рубежа 80-90-х. Именно в это время работал Виктор Морозов. Сам профессионализм, сама отдача и, так сказать, вот это вот желание помочь здоровью населения, людям, оно осталось, оно и присутствует, оно ещё стало, так сказать, более активной, более грамотной, может быть. Поэтому мы нисколько не путем, мы растём. Не только то, что доходит до потребителя, контролируется и то, в каких условиях это производится и как это отражается на тех, кто производит. Замеряется буквально всё. Содержание воздуха, уровень шума и освещенности, температура помещений. Работают в службе в основном женщины. Это около 85% коллектива. При этом нет скидок. Сегодня это контроль качества еды в школьной столовой, например, причём, как видим, под наблюдением не только то, из чего и как приготовлено, а ещё и температура и вес еды. А завтра выезд в поле, в сельскую местность, в лес, болото. Словом, туда, где может возникнуть опасность для здоровья человека. Качество воды, воздуха, почвы можно узнать прямо на месте, в мобильной лаборатории. Если ты любишь людей и знаешь, что есть риски для их здоровья, и это зависит от твоей деятельности, от твоей службы, от твоего направления, конечно, этот человек не должен быть безразличным. То есть, этот человек очень внимательный, отзывчивый, тот, который любит людей. Главная задача на сегодня всё тот же коронавирус, чтобы инфекция не расползалась бесконтрольно. А для этого нужно, чтобы 95% людей были вакцинированы. Перед нами стоят новые вызовы, и они будут стоять, новые вызовы, потому что новые инфекционные заболевания, к сожалению, будут появляться снова. Может быть, по каким-то показателям мы превосходим коллег из других субъектов, по другим направлениям, но вы сами уже сказали, что наша сфера деятельности настолько широкая, и всё хорошо быть всё равно не может. Есть много резервов, и проблемных вопросов у нас очень много в нашей сфере деятельности, поэтому работы у нас ещё много, много и много остаётся. В ваших руках находится здоровье нации, а значит, и благополучие всего государства. На камерном юбилея вашу деятельность высоко оценил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. И это говорит о многом. Благодаря профессионализму наших медиков Роспотребнадзора мы сумели пережить вот эту пандемию, ну и переживаем сейчас с наименьшими потерями. Ещё раз вам аплодисменты, ещё раз вам спасибо. Зуфар Давлечен, Владислав Зиновьев, Руфина Мукминова, Владислав Поташников, Александр Лобанов. Семь дней. Новость. В Казани территорию речного порта ждёт масштабная реновация. Впрочем, этой новости уже несколько лет. Сама идея возникла лет 10 назад, а предметно об этом стали говорить в 2020-м. Новость теперь звучит скорее так. Началась масштабная реновация территории. Уже официально в четверг дали старт на самой площадке. Первые пробные сваи на месте первого жилого комплекса стоят. О какой территории речь? Вот она на карте города. Это территория южнее речного порта. Две косы на Волге. Наверху улица Портовая, внизу поперечно Кукушкинская, плюс береговая линия до улицы Магистральной. 287 гектаров ни много ни мало. Что там сегодня? Промзона, перевалочный пункт, элеватор. Что будет? Точно не деловой центр, а жилая, живая территория. Полтора миллиона квадратных метров жилья и 1 миллион 300 тысяч квадратных метров коммерческих помещений. Сегодня мы уже можем увидеть, каким будет первый жилой комплекс. Концепцию разработало Московское архитектурное бюро Цемайла, Ляшенко и партнеры. Здесь не будет никаких небоскребов, лишь некоторые здания вырастут выше девяти этажей, в основном семь-восемь этажей. Школы, детсады, прогулочные зоны, парки, музеи, библиотеки, площади. Все это тоже предусмотрено. То есть перед нами то, что сегодня в архитектурной среде называют человеческим масштабом. Событие это историческое. Казань впервые в своей истории развернется лицом к Волге. Об этом Михаил Любимов. Говоря высоким слогом, проект застройки этой территории в 287 гектаров, сама идея разворота к реке событие, конечно, историческое. Говоря языком специалистов, это проект реновации промышленной зоны у речного порта. Волга была прекрасная промзона, была ужасная. Казань так и стоит к реке своим задним двором. Перевалочные пункты, элеватор, снующие туда-сюда грузовики. Здесь вообще мало, что разглядишь из окна автомобиля. Но мы попробуем разглядеть скорее светлое будущее, чем пыльное настоящее. Вот мастер-план развития территории. Полтора миллиона квадратных метров жилья и один миллион триста тысяч квадратных метров коммерческих площадей. Что мы видим на этих эскизах? Точнее так, чего мы не видим на них? Мы не видим восьмиполосных автострад внутри города. Не видим машин, мы видим людей. Проектом безусловно предусмотрены дороги, проезды, но в кои-то веки в разумных пределах. Вся архитектура здесь для шести километров в час и никак не для шестидесяти. Не совсем автомобильный будет этот город, но мне так кажется. Больше это самокаты, велосипеды, потому что это не транзитные территории, это конечный пункт. Жители, которые здесь живут, они могут на своем транспорте приехать, оставить машины и дальше уже вечером отдыхать и кататься по территории уже на другом в виде транспорта. Кое-что можно увидеть уже сегодня. Работы на месте строительства первого жилого комплекса уже начались. Концепцию первого жилого квартала разработало Московское архитектурное бюро Цемайла, Лишенко и партнеры. Привычных нам коробок здесь минимум. Облик множества зданий, по словам авторов, вдохновлен и башней, и головным убором в Сюмбике. Это тот самый татарский акцент, которого изначально и ждали от архитектурного высказывания. Средняя этажность 10 этажей. В наше время это действительно уже средняя этажность. Человеку здесь, слава богу, не нужно будет задирать голову для того, чтобы увидеть организованное архитектором пространство. Если мы внимательно посмотрим, как отработаны первые этажи, объемы, которые появляются на площади, они невысокие, и это и есть человеческий масштаб. То есть человек, прогуливаясь по набережной, он будет чувствовать себя очень комфортно, он будет чувствовать себя человеком, а не букашкой в этом пространстве. Это очень важно. На то, что сделает тут Казань, сегодня смотрит вся страна. У нас не так много подобных проектов реновации, реч-новации промзон в России. Улица Портовая, кстати, начала оживать еще два года назад. Вот эти заселенные уже четыре дома жилого комплекса «Живи» совсем рядом с речным портом. Они тоже часть большой идеи. Ее первая очередь. скоро вырастут новые всходы, возвращенные самим подходом к этой территории. Вспомним, что здесь нужна не только среда, но и какое-то воскресение размышлений о красоте. Поэтому геометрия новых домов этого комплекса будет менее эвклидовой, что в точности отразит сам способ мышления современного градостроителя. Каркас воды, зеленый каркас, вот этот дух прогресса и территории позволяет нам спроектировать нечто совершенно новое для Казани. Плюс отсутствие привязки к контексту исторической территории, современная архитектура, большая богатая инфраструктура, большой потенциал портовый. Когда мы пересматриваем эту территорию, у нас дух производства остается, но он больше переходит в инновационность, а возможно производства человека нового поколения, можно и так сказать. Это как-то будет в архитектуре отражено? Да, конечно, мы продумываем и архитектуру, и среду, которая эта архитектура формирует, все социальные связи, сценарии поведения людей. Коренные местные жители больших подарков, конечно, не ждут. Хотя и живут едва ли не на самом этом элеваторе, прямо за его стеной. Обнаружили мы их случайно. Оказывается, на этой территории есть многоквартирный жилой дом. Возможно, он такой единственный здесь в природе, в местной, но он существует, и люди здесь живут, кроме собак. Еще кто-то есть. Вы здесь живете? Вы прямо возле элеватора так и живете? Так, живем уже 30 лет. 30 лет? Да, 30 лет. И как вам? Ну, это плохо, все полетит. А вы в курсе, что здесь будет скоро все застраиваться? Не знаю, ждем уже. А ждете, думаете, что как-то вам улучшат условия? Да, город как ухотушек. Город? А здесь не город? Конечно. Неудивительно, что бабушке Елене так хочется в город, как она говорит. Снаружи дом не производит никакого впечатления, но внутри... Люди, конечно, создают себе уют, но общага есть общага. Все общее. А туалет у вас как-то идет? Туалет общий у нас. Вот на всех жильцов хочет он. А ведь люди тут с детьми. И вот для них это родина, от которой не так просто отказаться. Я привык, я... Тут уже привыкли все жить. То есть все-таки хотите вы или не хотите? Я хочу место жильцов поменять. Я не... 50 на 50. Немножко уж город, да, ну что тут. Ну да, зато рядом магазин. Магазин это да, это больное место. Они, конечно, уже наглотались песка по этим дорогам за 10 лет. До ближайшего продуктового 2 километра, вот по такой дороге. Как вы думаете, что они строят в родном, затерянном мире в первую очередь? Вот это ваш магазин? Да. И тут еще... И вот ключи. Мы тут даже ложки продаем. Ох ты. И ложки дособирали. Да. Вот туалетные салфетки. Это залфетки. А вот динозавр, какой-то печерочки дают. Да. Все продается, да? 55 рублей. Тут есть даже картошка. Вот картошка. Картошка. 56 рублей. Картошка реальная, кстати говоря. Да, вот. Это мы... Я из деревни привезла. А вот вещи. Люди. Такие вот. Коробки. Ясно. Свечки. Все, что пособирали тут, да? Да. Свечки. И как вы думаете, что строят эти генералы песчаных карьеров во вторую очередь? Мы так играем, как будто это наш топ. Это у вас такая кровать тут, да? Да. А у меня вот тут вот... А, там диван, я смотрю. Вот это моя комната. Моя. Это диванчик. Пока нет? Нет, пока нет. Да, у меня тоже... У меня есть. У нас маленькая комната. У него одна комната. Ну вот вы и мечтаете, я вижу, да? У меня есть. У меня есть. У меня есть. У меня есть. Даже в своем доме у них пока нет своего угла. Только этот медвежий угол. Конец географии, как, наверное, говорят им в школе, и с чем они, наверное, вряд ли соглашаются. Им тут не так уж одиноко, как кажется в тот самый момент, когда они так отчаянно пытаются обратить на себя внимание любого, кто окажется тут хоть на мгновение. Возможно, мир за окошком не так уж изменчив, но дети – лучшие архитекторы родных колыбелей. Им придется скоро покинуть свою колыбель. Мы построим здесь в самделишные дома и в заправдышние магазины. Проложим мосты и новые связи, парки и набережные, позволив новым ветрам раздувать наши паруса. Так мы вернемся в свою колыбель. И когда-нибудь вернутся сюда и они. Это конец географии. Конец привычного нам отношения к территориям близким к оживленным центрам нашей жизни и не очень. У наших городов и у наших представлений будет несколько центров, несколько точек притяжения. В том и состоит реновация. Мы вдруг находим смыслы там, где никогда не искали. Михаил Любимов и Андрей Ключников. Семь дней. Сегодня непростое для всех время. Время, когда нужно задуматься о тех, кто рядом, о близких и иногда незнакомых, которым нужна помощь не только сегодня, а каждый день. Вспомнить, что для добрых дел не нужен повод. Иногда достаточно просто желание помочь. Проект Доброе Казань, о котором многие уже знают, продолжает вносить частичку света и своих идей в эту большую, сложную систему всеобщей благотворительности. Если говорить проще, Доброе Казань – это посредник между волонтерами и властью. Его цель – поддержка и развитие. Его задача – распространение добра сначала адресно, а потом все дальше и дальше. И теперь у этого добра тоже появился дом. На прошлой неделе в столице Татарстана открылся каворкинг, который объединил под своей крышей около ста благотворительных организаций. Тут помогут составить заявку на грант, предоставят помощь специалистов и помещения для занятий. Фонд помогает всем казанцам, которые столкнулись с трудностями – инвалидам, сиротам, семьям с детьми с ментальными нарушениями. Десятки проектов с появления нового штаба получат новый импульс для развития. Эта простая идея оказалась настолько грандиозной, что перенять опыт у Казани приехали благотворители из других регионов России. Как добрая Казань шагает по стране, расскажет Диляра Юсупова. Это сейчас Серафим стирает. Обычно тут он местный швейцар. Каждый звонок в общую дверь он воспринимает как лично в свою. Два месяца назад ему тоже приоткрыли дверь сюда. С тех пор Серафим совсем не хочет ее закрывать. Отказывается уходить, а еще попадать в кадр. Поэтому его мама мужественно делится сама о том, о чем не всегда говорят вслух. Не умеет общаться с другими детишками, с другими людьми. То есть ему очень сложно находиться в обществе. Когда мне показали тряпочку, вынесли с пуговкой и сказали, ваш Серафим научился шить, мы его научили пришивать пуговицы. Это было для меня прям, знаете, уах, я... Честно сказать, я не верю, что у меня ребенок сможет пришивать пуговицы. Это было прям замечательно. Моет посуду. Сейчас мне, как маме, это очень приятно. Они уже давно не гости этого центра, но снова хотят ими стать. Пока они в запасе, как и десятки других, слишком много желающих. Эта книга отзывов давно переполнена, как и сама квартира. Она именно так и называется. Квартира. Учебно-тренировочная. Дети с ментальными нарушениями приходят сюда, чтобы научиться делать самые обыкновенные вещи. Возьми помоя. Вот здесь педагог сразу оказывает именно физическую помощь. И вот именно в этот момент мы не говорим ребенку «нет, это мало». И вообще не говорим «нет» или «неправильно». Сначала я должна открыть дверцу. Потом я должна положить белье вовнутрь. Далее я открываю отсек для моющих средств. И начинаем тренировать, отрабатывать. То есть первый. На второй раз уже подходит, опять указываешь. На четвертый у нее уже все рефлекторно. По опыту крупных городов все начиналось точно так же. Особенно и детки с 16 лет учились адаптации в большую жизнь. Но те, кто помладше и с более тяжелыми диагнозами, не поняли. А как же мы? И Светлана не отказала. Пороговая точка начинается теперь с 10 лет. Берут даже те, у кого почти нет шансов. Такая форма работы с детьми единственная в России. Какая красота! Рус, Россия, да? Молодец! Молодец! Желающих много, а места мало. И вот тут снова подключилась добрая Казань. Подобные квартиры теперь должны появиться в каждом районе города. Проект пока готовится. А вот другой проект, инклюзивный. Мы разговариваем с обычными детьми, которые занимаются творчеством вместе с особенными. Сейчас мы ставим музыку. Да, музыку. Коту. Называется как? Брис. Брис или история кота Филофея. Вот это у нас Филофей. Да. Сергей Киса. Так. Пултон. Антиса. Досуговый центр Симурк на базе гукольного театра Акиет. Ребят с ментальными нарушениями здесь обучают театральному мастерству, сценической речи и робототехники. Уникальный случай, когда инженерия становится доступной для детей с ОВЗ. Сегодня здесь звучит громкая музыка, цветные наушники, звуковые дорожки и парень с гитарой. А потом они завертятся в крутящемся диске, как какое-то чудо, где каждый маленький зритель замрет от восторга, забыв про свои трудности. В нашей работе, наверное, больше не сложности, а особенности. Не зря все-таки детей называют особенной. Каждый ребенок индивидуален, и мы стараемся найти к каждому подход, чтобы ему было комфортно, чтобы он мог реализовать свои способности, мешать, например, другим детям, и чтобы они все вместе смогли какой-то предоставить результат. Им помогают спонсоры «Росмолодежь», «Статнефть», но они продолжают мечтать о чем-то большем. Сейчас они очень ждут волонтеров из «Доброй Казани». Лишних добрых рук и сердец по-прежнему не хватает, чтобы увидеть будущее, в которое не каждый верил. Мы уже два раза выступали на большой сцене, без стеснения, без заминок, то есть ребенок не теряется. У нас появилось очень много друзей, очень много знакомств. Да, Маля? Роман, давай я сейчас позвоню, попробую, а ты ответь. Вот так вот, пожалуйста, «Здравствуйте». Вы позвонили в «Доброй Казани». Эти взрослые романтики с большим сердцем умеют разделять сентиментальность от четкой работы. Полная дисциплина, ведь теперь они подобны крупному бизнес-центру, и это тоже стало возможным благодаря «Доброй Казани». Вот кабинет, вот открытая зона, современное пространство и практически лаунж. Иностранные термины тоже отныне часть простой системы под названием «добро». И вот теперь снова непонятное слово «коворкинг» для самых понятных для всех задач. Вопрос в том, что не было места, куда можно прийти и получить любую консультацию, юридическую, психологическую, по грантам. А сейчас, грубо говоря, можно оставить заявку, и по твоему запросу в течение недели ты всегда можешь прийти и получить любую из консультаций и просто даже попасть в сообщество или организовать какое-то мероприятие. У тебя какие-то? Да. Да. И вот история с кофемашиной. Артём, можно кофе? Пожалуйста, сделай. А потом мы подходим к барной стойке, как в какой-нибудь молодёжной кофейне, и этот солнечный парень сварит нам кофе сам. Его учили пошагово, чтобы у особенного человека появился свой особенный шанс. Вот эта вот история, да, хотелось бы, чтобы она выросла, может быть, кто-то бы с нас взял, потому что, ну, быть баристой и ментальным инвалидом, и вот эта инклюзивная кофейня, ну, некое такое начало инклюзивной кофейни, как в Питере инклюзивное кафе огурцы. Вот. И если мы когда-то тоже придём к инклюзивному кафе, к инклюзивным кофейням, было бы круто. Особое, так скажем, наше направление, это работа с людьми с инвалидностью, с ОВЗ. Всё, что связано с трудоустройством, с поиском своего призвания. Я могу рассказать про парня, который сейчас не просто стал владельцем своей мастерской, столярной, он ещё и является партнёром многих наших социальных проектов, как спонсор. Он уже открывает образовательный центр, это колясочник. Под одной крышей будут творить добро около ста организаций. Большинство из них никогда не имели собственного офиса. Чертили планы на коленки, подавали заявки из дома. Тимур Николаев сам слабослышащий, но помогает людям с диабетом. Бывал в разных каворкингах, видел много проектов, но никогда не думал, что будет вот так. Свой ноутбук, тихое место и соседи-единомышленники, которые всегда помогут. Для нас это было большое открытие и очередное волшебство, в которое трудно вериться, но всё-таки оно есть. И хорошие люди существуют, и хорошие проекты, такие как Добрые Казани. это очень хорошее место. Каворкинг это люди и люди, которые дают возможности, то есть возможность именно пообщаться, обменяться опытом, делать какие-то совместные проекты, где-то кого-то порекомендовать, и это очень хорошо работает. На прошлой неделе в гости приехал и президент республики Рустам Мениханов, пообщался с фондами, прогулялся по классам, а потом отметил, каворкинг это не просто модное пространство, это большое дело и большая ответственность. Многие, многие хотят помогать. Многие не знают вот куда идти, как правильно сделать, как дать. Ну просто надо организовывать то, что вот такое место есть. Приехал сюда, чтобы своими глазами увидеть, как здесь организована работа, пообщаться с сотрудниками и обменяться возможно ценными советами, идеями, проектами по нашей деятельности, по развитию и добровольчества в стране. Это, конечно, уже поражает, насколько это современно, модно и это действительно то пространство, куда хочется приходить и тем людям, которые готовы помогать, и те, которые нуждаются в помощи. А вот в соседней комнате вовсю кипит работа. Это Ирина. Она мама особенного ребенка и волонтер. Учит шить таких же, как она. Говорит, тут все просто. Хочется, сделай. Нет, спеши дальше. Она и раньше помогала нуждающимся финансами, но деньги – это другое. И расслабляет маму, и заинтересовывает, и в то же время делает подарок и для мамы, и для ребенка вот эта игрушка является подарком. А вещи – это то же самое, сделанные с любовью, с душой. Они носятся лучше и шьем мы то, что уже, как бы, то, что нам нравится, например, то, что если мы не можем купить. У нас вот детки особенные, бывает то, что особенное телосложение, и это, опять-таки, в плюс огромный. В орбиту проекта входит дневник добрых дел, который введут казанские первоклассники. В школах ежегодно проходит неделя добра, которые завершаются ярмарками. Развивается проект «Добрый спорт» и «Добрый фудтрак», где бездомные и нуждающиеся получают горячее питание шесть дней в неделю. И еще много чего такого, где осуществляется связь между незнакомыми людьми, которые вдруг дарят друг другу простое счастье. Диляра Исупова, Роман Безменов, Андрей Ключников и Андрей Мохов. Семь дней. На этом у нас все. Всем наилучшие пожелания. Встретимся через неделю. До свидания. Здравствуйте. В студии Илья Андреев. И сейчас о погоде на ближайшую неделю. Тепло постепенно погибает в наши края. По предварительному прогнозу, в начале следующей недели в Татарстане сохранится неустойчивая погода, с дождями. Температурные показатели вернутся в рамки климатической нормы в сентябре. По данным сервиса Яндекс.Погода на северо-востоке республики, почти вся неделя обещает быть дождливой. Днем 9-13 градусов выше нуля, ночью 6-9 градусов тепла. И только в воскресенье обещает солнечный день и без осадков. Как мы знаем, у природы нет плохой погоды. Каждая погода – благодать. На юго-востоке Татарстана почти всю неделю идут дожди. Температура воздуха ночью 5-9 градусов и днем 10-13 градусов выше нуля. Самым солнечным обещает быть вторник. В среду облачно, без осадков. Плохой погоды нет. Есть плохо подобранная одежда. В центральных районах республики дожди. Ночью 7-9 градусов тепла, днем 11-14 градусов выше нуля. Малооблачная, солнечная и сухая погода ожидается только во вторник. Среда также обещает быть без осадков. Нет плохой погоды, есть плохое настроение. На юго-западе Татарстана малооблачная погода с нами будет целых 3 дня. Солнечная в понедельник, вторник и воскресенье. Дожди пройдут в четверг, в пятницу и в субботу. Днем температура воздуха держится на отметке 11-14 градусов выше нуля. Главнее всего погода в доме, а все другое суета. На северо-западе республики и в Казани дожди пройдут с четверга и по субботу. Солнечная погода нас ждет в понедельник, вторник и в субботу. Температурный режим сохраняется на отметках 11-13 градусов тепла днем и ночью 7-10 градусов выше нуля. Постараемся же в ближайшие 7 дней согревать тепло окружающих нас людей. Всего вам доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Семкин Корректор А.Егорова